Итак, всем привет! Сегодня среда и в рубрике «Открытый микрофон» Александр Котин. Начнем мы с уже полюбившейся... С такой под-рубрики «Вы спрашивали, мы отвечаем». Так вот, единственным вопросом на сегодняшний день остаются акции «Газпрома». Мы их и посмотрим, а потом пойдем с вами по плану, потому что других вопросов в комментариях к предыдущему моему ролику я не вижу. Буду отвечать на только те вопросы, которые будут под видео в следующем видео. Окей, поехали! Итак, вот «Газпром». Обратите внимание на то, что этот инструмент достаточно длительное время находился в такой вот сложной коррекции. И на сегодняшний день мы видим, что идет какое-то движение вверх. Однако, здесь нет какого-то выраженного глобального тренда. И по всей вероятности это выглядит как А, Б и С. По причине того, что вот эта часть, эта вот область, она очень походит на сложную волну Б. Обычно так себя волны Б и ведут. Поэтому вот этот импульс вверх, он обновляет максимум, обратите внимание, чего? Волны А. И обычная волна С и обновляет максимум волны А. Поэтому в данном случае я считаю, что глобально отсюда могут прийти продажи. Но только после того, как все это движение будет завершено. А вот завершено оно или нет, мы уже увидим. На недельном графике или каких-то меньших интервалах. Обратите внимание на то, что на недельном графике есть дивергенция. Вот один, два, три, четыре, соответственно пять. Идем на дневной график. На дневном графике мы видим последнюю вот эту волну. Также один, два, три, вероятно четыре. Вероятно, до боя просто этого максимума еще здесь не было. И как только он произойдет, только после этого, скорее всего, можно будет рассматривать какие-то глобальные продажи. Пока мы просто торгуем по тренду. Открываем четыре часа. И здесь были сигналы на покупку. Вот она, эта область для покупок. То есть хотите назовите это уровнем, мне как-то все равно, как это называется. Я вижу здесь один бар, второй бар, который был в направлении основного тренда. Я хочу обратить ваше внимание на то, что вход, если у вас была третья волна, вход в пятую волну, это всегда вход с более низким потенциалом раз. И это всегда более слабая сделка. То есть более слабая позиция по отношению к тому, что было, допустим, у вас вот здесь, когда вы заходили в третью волну. Поэтому тут крайне надо быть осторожным. Тем более, что очень часто бывает, когда вы рассчитываете на пятую волну, а ее там не случается. Вот такие примеры мы сейчас рассмотрим на валютном рынке, на евро, на британском фунте, на австралийском долларе. Там таких примеров очень много на текущий момент, где вы, возможно, будете пытаться торговать по тренду, но при всем при этом будете попадать в достаточно слабые ситуации с точки зрения потенциального профита. Что еще я вижу в комментариях по поводу того, что звук. Ну, звук я просто могу говорить громче. Потом, что еще я заметил, делайте анализ, то, что я делаю анализ по теханализу, но я не пользуюсь теханализом, то есть то, что я делаю, это не имеет отношения к классическому техническому анализу. Это отдельно стоящий метод, это теория хаоса, это волны льота. Ну да, с точки зрения того, что это не фундамент, это можно назвать теханализом, раз это делается по графику. Но само название «технический анализ по отношению к рынку», опять же, на мой сугубо субъективный взгляд, оно неверное, потому что тут нет техники как таковой и механики в том числе. Все, что я вижу по биткоину, я вижу исключительно природу развития рынка, природу развития цены, ценового движения. И про биткоин мы тоже с вами сегодня поговорим. Теперь про валютный рынок. В данном случае давайте посмотрим на евро-доллар и начнем с евро-доллара. Обратите внимание, что вот в этой области у нас появился достаточно экстремальный бар. И это достаточно сильное, мощное закрытие. Чаще всего максимумы таких баров уже не перебиваются. Если вы зайдете в 4-х часовой график и, например, будете ожидать то, что здесь будет, например, еще пятая волна, то есть 1, 2, 3, 4, и, например, вы собираетесь пойти в пятую волну, потому что здесь максимальная АО, здесь как бы есть признаки третьей волны, достаточно резкое движение, хотя и с сильными откатами. Возможно, да, а возможно и нет. Это очень спорная область для торговли. Если мы хотим получать на рынке прибыль, мы должны искать ситуации с высоким потенциалом и держаться в стороне от ситуаций, в которых потенциал получения профита невелик. Так вот, это именно та ситуация, в которой потенциал получения профита невелик. Даже если вы будете заходить с короткими стопами и говорить о том, что у вас там низкие риски, но один стоп – это низкий риск, два стопа подряд – это тоже низкий риск, три стопа подряд – ну, скорее всего, тоже низкий риск, но если у вас будет 5-10 стопов подряд, риск будет уже далеко не низкий. Если вы будете пытаться, скажем так, следовать не рынку, а своим убеждениям и своей, скажем так, нередко упертости. Поэтому в данной ситуации я бы не советовал пока ничего делать, либо до тех пор, пока не сформируется импульс у низа, с его отката уже можно будет заходить в шорт, потому что, на мой взгляд, тенденция по евро-доллару, она не поменялась. В данном случае у нас ABC, то есть ABC паттерн, здесь формируется. Есть вопрос по поводу завершения вот этой вот волны Си, конечно же, но окей, если он будет замечательно, тогда мы будем уже более уверены в том, что этот ABC паттерн закончится. Если же нет, то в данном случае, значит, мы будем ждать первый импульс вниз и с его отката уже рассматривать точки входа в направлении основного тренда, потому что, на мой взгляд, на недельном графике он не поменялся. Британский фонд, обратите внимание на то, что здесь также был достаточно экстремальный бар на дневном графике, и мы с вами наблюдаем здесь дивергенцию между третьей и пятой волной, но этой самой дивергенции нет на четырех часах, и это не означает, что ее не будет вот здесь, вот, допустим, в меньших таймфреймах, там, в минутном, например. В этом случае это будет выглядеть как один, два, три, четыре, пять, где-нибудь там внутри. Поэтому здесь нужно было понимать тот момент, что при таком экстремальном вылете, то есть движение вот шло, 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 достаточно плавно, медленно, и потом рынок начинает разгоняться, и чаще всего это приводит к обратному движению. Если здесь не происходит накопление, после которого идет дальнейшее движение вверх, а его не произошло, рынок откатился вниз, потом произошел откат вот этого первого импульса, и, соответственно, здесь появилась точка входа с низким риском и высоким потенциалом, но, опять же, низким только лишь если бы вы рассчитали объем, но не низким по пунктам, потому что 43 пункта для двух часов, или вот как здесь было, там, почти 100 пунктов для двухчасового графика, это достаточно широкий стоп. Но, тем не менее, отношение вот этого риска вот к этому движению, оно на текущий момент было бы уже 1 к 5 приблизительно. Вот так. Так как я стараюсь против основных тенденций и основных импульсов не заходить, естественно, этот сигнал я не брал в работу, и вообще пока у меня перерыв в торговле, сейчас не самое, на мой взгляд, опять же, лучшее время для того, чтобы торговать, потому что конец года, а на следующей неделе там вообще католическое Рождество, и рынки будут достаточно вялыми. Обычно в конце года я не торгую, это у меня в правилах. Но это не означает, что вы должны делать точно так же, нет, вовсе нет. У каждого, конечно же, есть свое мнение, свое видение того, как правильно делать. А швейцарский франк, на мой взгляд, здесь идет удлинение внутри вот этой вот волны C of B, и, соответственно, здесь у нас формируется дивергенция, но движение, вероятно, может быть еще не закончено. Здесь осторожно с этой удлиняющейся пятой волной. Японская иена, на мой взгляд, если брать дневной график, то нужно обратить внимание на характер движения, которое, соответственно, идет вверх, откатывается, идет вверх, откатывается, и такой характер рынка, он сохраняется. Ну и, по всей видимости, на дневном графике это может выглядеть вот так, с удлинением, соответственно, в пятой волне этого движения. Однако в четырех часах здесь была точка входа непосредственно по тренду, в часовике это у нас один, два, три, возможно сложная четвертая волна, а возможно и развитие уже какой-то пятой волны в рамках этого импульса. Не самое, опять же, лучшее место для того, чтобы заходить. Про австралийский доллар, те кто подписан на мой телеграм-канал вчера получили от меня короткий ролик, соответственно здесь была точка входа на покупку, но дальше я уже начал следовать той же самой логике, что и по евро и по британскому фунту, потому что здесь тоже был достаточно мощный бар с нижним закрытием, который называется экстремальным баром, в стороне от линии баланса резко и не исключено, что это тот же самый ABC паттерн, похожий ABC паттерн, как на евро-долларе. И мы можем дальше пойти по тренду, потому что дивергенции в конце пятой волны у нас здесь еще не было, ну вот этого большого импульса. Да, она есть между третьей и пятой, но внутри пятой при таком растяжении должна быть тоже дивергенция. Но как правило она там бывает, мы этого конечно знать не можем на 100%, но тем не менее. Так вот, в данном случае, глядя на 4 часа, что мы видим? Казалось бы, точно так же, 1, 2, 3, 4, и мы можем искать точку входа в пятую волну, но это не есть хорошая ситуация для того, чтобы здесь торговать. По той же простой причине, что это более слабая позиция, чем вход, например, в третью волну, которую я забрал почти полностью. Все видели эту сделку, особенно те, кто был на моем финальном в этом году мастер-классе. Поэтому в данном случае я бы обратил ваше внимание на то, что если вы возьмете часовой график, то здесь будет видна вот эта вот дивергенция. И эта дивергенция нам и плюс в сочетании того, что у нас на дневном графике у нас есть экстремальный бар, нам может говорить о том, что это 1, 2, 3, 4, и 5. А здесь уже 1, 2, 3, 4. Это первый импульс в новом направлении, то есть в смене тенденции локальной и уход по основному тренду недельного таймфрейма. Вот, собственно, и все. Поэтому, если, допустим, вы брали вот здесь вот точку входа на покупку, то сразу же видно, что движение развивается не импульсным характером, а коррекционным. И поэтому в данном случае я бы просто рассматривал вот это движение вниз как импульсную волну, с коррекцией которой не исключено, что мы увидим новое движение вниз уже в направлении основной тенденции. Новозеландский доллар, также обратите внимание, что не было дивергенции на недельном графике, и такие откаты для данной пары, они характерны. И в данном случае был такой же экстремальный бар на вершине, и по всей вероятности здесь заканчивается вот этот ABC паттерн. То есть вот мы видим волну А, волну Б и волну С, волну С. Здесь есть дивергенция между третьей и пятой волной, и здесь я бы не стал заходить из дневного бара по причине того, что там достаточно широкий стоп, а дождался бы какого-то первого импульса, отката, и уже бы продавал с более низким риском и с большей уверенностью в направлении основной тенденции недельного таймфрейма. Канадский доллар у нас сохраняет диапазон, я его по-прежнему не советую рассматривать, по той же простой причине, что здесь нет ситуации с высоким потенциалом. Единственное, что не встречается внутри дня, например, вот здесь вот в часовике она была 14 к 66, но посчитайте, это примерно где-то 1 к 3, 1 к 4. Золото, на мой взгляд, это сложная волна Б, не исключено, что в 4 часах это 1, 2, 3, 4, 5, где у нас есть максимум АУ в третьей волне, правда здесь 300 баров практически, и иногда такое бывает, и вот это больше, конечно, похоже на волну Б, потому что она постоянно пересекает линии баланса. Это движение по характеру, оно как раз таки напоминает именно волну Б. Поэтому с золотом пока нужно себя вести крайне осторожно, пока постоять в стороне и понаблюдать. Ну, либо торговать внутри дня, но торговать золото внутри дня не очень комфортно лично для меня. Серебро очень похоже, здесь, правда, есть дивергенция на дневном графике, но пока ровным счетом это ничего не значит, по причине того, что в 4 часах здесь дивергенции в локальном вот этом импульсе не было, ну и, возможно, каким-то образом мы пытаемся корректировать вот текущий импульс вниз. То есть, возможно, там 1, 2, 3, 4, 5 было, и это лишь только волна А здесь сформирована. Надо наблюдать за ситуацией и наблюдать за характером рынка внутри дня, то есть, там за 2-часовым примерно, за 4-часовым графиком. Если здесь сформируется импульсная волна, то с ее коррекцией вполне возможно, что можно будет покупать. Нефть марки Brent, также видим, что в рамках сужающегося диапазона она остается, и, соответственно, это вполне могут быть волны А и Б. Очень похоже на формирование волны Б, после завершения которой мы можем увидеть новый импульс вниз. На мой взгляд, здесь нет завершения, да, тут есть дивергенция, но это больше походит на 1, 2 и третью волну внутри, так сказать, волны С. S&P 500 абсолютно трендовый рынок, поэтому здесь предпочтительнее открываться непосредственно вот по таким сигналам направления основной тенденции. Соответственно, его гораздо проще торговать, чем валютные пары в каком-то отношении. Вот если говорить о 4-часовом графике, тут видите, максимальная движущая сила, то есть 1, 2, 3, это третья волна однозначно. Здесь лучше всего идти только в направлении основного тренда, биткоин. Ну да, я полагал, что здесь могла быть волна А и Б, но надо опять же понимать, что этот рынок, он достаточно активный, достаточно импульсный. И если мы говорили о том, что он повторяет вот эти движения на недельном графике и может опуститься куда-нибудь там в 5 тысяч, то пока что эта тенденция, она сохраняется, поэтому здесь предпочтительнее опять же рассматривать только продажи. Это и будут точки входа с достаточно высоким потенциалом, потому что они в направлении основного тренда будут идти. На мой взгляд, это выглядит вот так, и вполне возможно, что здесь может быть удлинение внутри волны 5, вот этой волны C. Так и происходит, видите, растущая движущая сила, то есть на меньших таймфреймах мы можем брать вот такие вот точки входа с низким риском, высоким потенциалом в направлении основной тенденции, которую увидим на дневном графике. Пожалуй, на этом у меня все. Я желаю вам успешных сделок и до новых встреч. Пока!